Я в Шахаев впервые, я честно, я не ожидал такой красоты, то есть у меня чуть-чуть, у меня были стереотипы с Китаем, то есть я думал, здесь будет немного грязно, ну как-то не так то, что я увидел. Мы поехали первый день на медиадей, было нереально красиво, мы были на берегу, я не знаю, как это место называется, одни положительные эмоции, то есть тут люди такие своеобразные, прикольные очень. Я бы хотел, чтобы эту красоту увидели мои родные, близкие, жена, родители, потому что я когда вижу что-то нереально красивое, я всегда, мне всегда становится грустно от того, что мои родители и мои близкие не видели этого. Тренировались мы всего лишь пять дней, много чего там меняли, пробовали, мы пытаемся найти свою игру пока, поэтому для этого мы тестируем некоторые вещи. На трене видно было, что у нас некоторые трудности в дефенсе, есть некоторые недопонимания, мы вовремя подстроились, взяли свои раунды, но за атаку видно было, что первая игра какая-то на турнире не было той уверенности, которая есть обычно у ребят, уверенности в себе. Мы понимали то, что мы по всем параметрам должны их обыгрывать. У них есть шанс только в том случае, если мы дадим слабину в плане фокуса и дадим им играть в свою игру, вот, что в принципе и произошло. Мы думали, что будет легко. Обычно просто многие команды любят начинать за КТ сторону, потому что КТ сторона сильнее, ты набираешь свой раунд, а потом за атаку просто добираешь. Но в целом лично я люблю больше начинать за атаку, а потом уже за дефенс мне легче играть. То есть, возможно, в будущем мы это поменяем, если команда под меня подстроится, поймет, зачем это нужно. Вот, а так мы об этом не думали, просто взяли КТ, потому что это как хотели ребята. Они играли действительно хорошо, они были подготовлены, но мы играли тоже очень отвратительно. В связи с тем, что мы перестроили некоторые наши схемы, пересмотрели нашу игру вообще в целом за КТ сторону, в связи с тем, что пришел Blade, и какие-то некоторые расстановки мне были не совсем комфортно. То есть, я не успел их наиграть, и из-за этого я чувствовал не такую сильную уверенность в своих действиях. Мы собрались в номере, сделали некий разговор такой серьезный, и мы поняли две вещи. Мы немного не тянули по стрельбе. Раз, нас перестаривали сингапурцы эти. И два, не было четкой уверенности в себе, у игроков. То есть, как команда, они делали все очень так... Были легкие сомнения в действиях. Действительно, нам нужно пересмотреть еще раз наш диффенс, потому что с атакой у нас все не так уже плохо, просто мы потерялись именно после диффенса, и так плохо отыгрались за атаку. И мы решили, что сегодня, когда мы будем играть, мы будем отдаваться игре на 100%, кричать за каждый раунд и вложить в душу в игру. То есть, легко не будет. Блейд полностью прочитал их, он посмотрел их в кучу демок. И мы абсолютно знали все, что они делают, какие у них любимые привычки. И мы их вывели немножко из их зоны комфорта. Можно даже вообще принимать чуть ли не три миддл. А Бай там чекает из дупла, например, типов, и вы их сразу же закрываете. Потом можете уже... Чувак может стоять с кольтом, в зиг. Мы все рядом, друг с другом. Только где-то какой-то размен нас всегда много. Константин давал нам какие-то указания, потому что перед Кёльном он был как раз-таки нашим тренером. И он помнил все схемы, просто напоминал нам, что нам лучше сделать и какие есть основные моменты на дате, что лучше их подготовить. Потому что мы с Блейдом еще этого не обсуждали насчет ДАС-2, но, как говорится, он тоже дал свои установки, но уже по сопернику. Мир, в следующий раз подходи, бегу в упор. Короче, слушай, Коля, я даю молли, ты дай хет за молли, сразу, сразу. Я сразу бегу в упор. И сразу в упор, иди, да. Хороший туннель. Вас, туннель, вас, туннель, приходи. Я тоже не буду. Я тоже не буду. Я тоже не буду. Я тоже не буду. Мы не планировали играть ДАС-2 вчера. Мы думали, будем играть Нюк. Но посмотрели их Нюк, посмотрели их ДАС-2, сравнили. И Андрей сказал, что лучше играть с ними ДАС-2. Что, собственно, и произошло. И мы оказались сильнее, наверное, за счет того, что мы выложили, наверное, на все 100 на этой карте. И убьет бочки потом. Всегда играет, типа, столб бочки, всегда. Графить. И сейчас с флешками, типа, на горбе, либо в диапе и так далее. Они сначала пришли, потом ушли. Сюда пришли, они не остаются. Точно, если на рвёк, я там у тебя флешкой, ты можешь потом ходить сам. Ты можешь потом ходить сам. Они там почти не играют дагративно. Раз за игру еще встал на стрельбу, все остальное, он ходит там, приготовился, очень играет пассивно. Сбор перед Ямой. Да, мы знали, что они играют хорошо оверпасс, но из-за того, что мы начали так хорошо и агрессивно играть, то у нас, в принципе, все пошло и хорошо. Я буду дарю. Да я дымлюсь. У меня молик, флешка, дымлюсь. Харот! Харот! Фокус был на первой карте и второй, первой плейной был хороший, очень серьезный фокус, а потом видо было, что чуть-чуть сбавили фокус и сразу это лукнулось ответными раундами. Но слава богу, затянули до конца и собрались вовремя и выиграли. Из того времени, что у нас было, то есть это неделя, мы выжили максимум. То есть если брать в расчет из-за этих дней, то мы выложились на тренировках на все 100%, то есть 10 из 10. В целом мы находимся где-то на четверку-пятерку из того, что мы можем из 10. Следующий соперник у нас будет опять сингапурцы и все хотят матч-реванш.